Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней встречи – ребёнок и спорт. Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок занимался спортом. Спорт – это хорошо. И какие тут могут быть возражения? Оказывается, могут. По крайней мере, с точки зрения детского врача. Хотите поговорить об этом? Пойдёмте. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна! Сегодня мы говорим о спорте. И каким же видом спорта вы занимались, дорогая? Я играла на фортепиано. Хороший спорт. А Андрюша у вас? Андрюша многими видами. Он занимался плаванием, большим теннисом, фигурным катанием, самбо. Но победила плавание. Вы знаете, он три с половиной года плавал прекрасно. Замечательно. Итак, спорт – это очень важно. И в жизни вашей семьи это имело однозначно место. Поэтому давайте узнаем, хорошо это или плохо, и поговорим с нашими экспертами. Давайте. Спорт ребёнку нужен, чтобы не болеть. Я всегда бегаю. В этих босоножках, чтобы быстрее было. Я всегда вот так вот делаю, чтобы быстрее бегать. Потому что это мне передаёт силу. Я занимаюсь, играю в мышки на кладовочке. Футболом. И вот этим бомбитоном. В садике ещё с друзьями играю в футбол. Тренируюсь. Дерусь в садике. Мы ходим на гимнастику. А учитель нас зовут Наталья Нагриборевна. Мы встали с самого утра, и мама начинает показывать, как делается зарядка. Я за ней повторяю. Ну так, так. Так, так. Вот так. Праздникам зарядку делаю. Ну, на день рождения маме наделаю. И на своё делаю. И на папе наделаю. И на всех день рождения. И на Пасху делаю. А ты думаешь, можно его спотеть. И я поэтому не делаю спорт. Спонсор программы – торговая Марка Барни. Вот обратите внимание. Дети, когда говорят о спорте, очень часто, точнее почти всегда, говорят про родителей. Мама сказала, мама показала, мама отвела или папа заставил. То есть однозначно между ребёнком и спортом стоят мама и папа. Это совершенно однозначно. А мама и папа всё время ищут, где бы им получить информацию о том, каким спортом заниматься. Полезно, это вредно. И в качестве источника такой информации родители очень часто рассматривают именно детского врача. К вам на приём приходил Юрий Кот со своей женой Олеся и сыном Сашей. Вы говорили о спорте. Да, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Это Юрий. Он работает голосом телеканала «Интер». Это жена Юрия, Олеся. А это сын Юрия Сташа. Сташа ходил на танцы, айкидо, играл в футбол, а сейчас здесь занимается плаванием. Кроме гордости за сына, папу иногда посещали некоторые сомнения, которыми он решил поделиться с доктором Комаровским. Меня беспокоит одно, что спорт, в принципе, знаете, у нас говорят в Украине, да, сала-шила, спорт-могила. Да, то есть спорт это достаточно опасная вещь, потому что для достижения действительно серьёзных результатов, а в принципе он настроен достаточно в эту сторону, да, ну и папа тоже. Там приходится же прибегать тогда к определённым препаратам. А не хочется этого делать, а результаты хочется, чтобы были хорошие. Понятно. Ну, для начала, если уж вы спросите у доктора про определённые препараты, то доктор рассмотрит эту тему как табу. Ну, то есть, в принципе, для доктора, в конце концов, любой визит к доктору, да, по поводу спорта напоминает, примерно, рекламу, вот если вы курите, примите вот эту таблетку, курение будет не вредно, да? Да, да, да. Спорт, спорт именно, с точки зрения доктора, он вообще явление вредное. Вот как не парадоксально, да? То есть есть такое глобальное общечеловеческое понятие физическая культура, да? То есть нормальные нагрузки, которые должны быть отбоженьки, собственно говоря, у каждого человека, которые мы должны получать для того, чтобы сохранить своё здоровье. Но есть для человека особый вариант физической культуры, когда нам просто не хочется махать в одиночку руками и ногами, нам хочется с кем-то соревноваться, пытаться кому-то доказать, что я машу руками лучше, чем вы, да? И тогда вот это вот и называется спортом, собственно говоря, да? Чтобы было фактически для детей спорт придуман для того, чтобы было веселей. Ну, чтобы было... Вариант игры. Да. Но, тем не менее, спорт – это один из вариантов определения будущего человека. То есть кто-то поставил это целью жизни, да? Тут очень важно ставить цель правильную. Я объясню. Ну, например, если мама метр в шляпе, и папа метр в шляпе, и хотят, чтобы ребёнок стал чемпионом мира по плаванию, то, ну, шансов никаких. Кстати, могу здесь поспорить с вами немножко. Спорт влияет также и на генетику, потому что у меня мама была невысокая, папа был невысокий. Но именно благодаря тому, что в седьмом классе я когда-то начал заниматься баскетболом, я буквально за один год на 30 сантиметров стартовал. Знаете, Юрий, я вам могу сказать, что то, что вы сейчас озвучили, это такое интернациональное заблуждение. Влияет на генетику исключительно естественный отбор. Для того, чтобы хоть какие-то, хоть какие-то, ну, незначительные генетические изменения произошли, необходимо несколько сотен, а точнее, несколько тысяч лет. То есть шанс, что в рамках одного поколения мы повлияли на генетику, очень невелик. По-видимому, совпало. Это раз, а во-вторых, вы ведь не очень знаете своего прадедушку. Да нет, он был высокий. Ну, то есть, наверное, кто-то у вас там... Нет, он был высокий. Без слова, генетические значения решались. То есть, значит, всё-таки, наверное, гены дедушки проявили себя в вас, и вы стали... То есть у вашего ребёнка, с учётом размеров и размаха рук его папы, физические дисциплины, требующие работы рук и ног, ну, например, такие, как сплавание или большой теннис, например, это для него достаточно перспективный, если вы ставите перед собой задачу «спорт высоких достижений». Спорт высоких достижений к детскому доктору никакого отношения не имеет. Спорт высоких достижений – это однозначно вредно. Вредно для человека. Почему очень часто мы произносим, мы родители, да, произносим слово «спорт»? Потому что у нас, у взрослых, нет времени на физкультуру, которой мы будем с ним заниматься. Мы, вне всякого сомнения, прекрасно понимаем, что если вы скажете ему, «Сань, вообще нормально для пацана, чтобы чувствовать себя человеком, встать на час раньше, пробежаться и принять прохладные души, только потом пойти в школу, то куда он нас пошлёт?» Ну, скажи, с тобой, пожалуйста, сам нет. Мы же с ним об этом говорили. Вот мы и пришли к этому. Но я прекрасно понимаю, что если его папа утром оторвётся от тёплой мамы и побежит куда-нибудь... А папа не отрывается. Да. Ну, разве можно оторваться? Вот, вот, вот. То есть, если папа побежит с утра, да, то с ним рядом побежит Саша. Но тут возникает вопрос. Папе не хочется, а папа говорит, а зачем? А мне оно не надо. А вот если ты, сынок, пойдёшь на спорт, будет замечательно. То есть, это нюанс. Опять-таки, я прекрасно понимаю, что если в воскресенье, в воскресенье Саня с папой с рюкзачками за плечами пройдут 10-15 километров или прогребут там 30 километров на байдарках, то это и будет то, что доктор называет физкультура. То есть, когда мы осуществляем физические упражнения, но ни с кем не соревнуемся. Мы просто живём так, как человек от боженьки должен жить. Ваш ребёнок, то есть, мы теперь приходим к замечательной теме, которая прямо касается вашей семьи. Саня пошёл на плавание. Да. Допустим, да? Хорошо это или плохо. Какие мы тут можем иметь плюсы? Если говорить о плавании, как о физкультуре, а не как о спорте. Замечательно. У человека есть очень опасное явление, к которому он пришёл посредством эволюции, которое называется прямохождение. И это прямохождение, оно формирует совершенно невиданную, с точки зрения эволюции генетики, нагрузку на позвоночник. Но тут есть ещё один нюанс. Оказывается, максимальная нагрузка на позвоночник не тогда, когда мы идём или бежим. Когда прыгаем? Нет. Когда мы сидим. Вот сидеть на попе, вот это и есть максимальная нагрузка на позвоночник. Ну, логично. Потому что, когда мы стоим, то амортизируем ногами и так далее, и так далее. Работают напряжены мышцы, а мы сидим, так правило, сидим как? Вот так, с расслабленными мышцами. И вот тут начинается куча бед. А мы ещё и имеем достаточно специфическую школу, нашу отечественную школу, где дети не просто сидят, а сидят. При этом они должны сидеть вот так, они не имеют права пошевелиться. Ну, как бы, да, они сидят полперемены. Спорт школьный – это отдельная песня, скажем так, и физкультура школьная – это две отдельных песни. Это вы тоже понимаете прекрасно. Таким образом, мы можем посредством плавания, где нагрузка на позвоночник минимализируется, уменьшить школьный вред. И по большому счёту школа, где есть бассейн, где все дети хотя бы два-три раза в неделю, хотя бы часик имеют возможности поплавать, чтобы сохранить свою спинку – это вот то плавание, о котором мечтает детский врач. Но это не совсем то плавание, о котором мечтает папа, который представит себе, как вот он смотрит в телевизор, и Саша там, да, и Саша там стоит и говорит, «Я хочу поблагодарить прежде всего своему папе благодаря контору». Нет, я не об этом думаю. Нет. Мне, наоборот, совершенно другое радует. То, что, во-первых, потому что он этим действительно заинтересовался и сказал, что горит, да, ну и, во-вторых, это может выработать в нём хорошие мужские качества, это ставить перед собой цель их добиваться. Ответ на главный вопрос «ребёнок и спорт» мы вроде как бы уже дали. Есть ещё раз подчеркнём физическая культура, и она позарез, но очень сильно нужна всем-всем-всем детям. Спорт скорее нужен нам с вами. Вот нам с вами. Ибо когда мы занимаемся спортом по-серьёзному, то мы скорее создаём неоправданные нагрузки на человеческий организм, и в этом нет совершенно ничего хорошего. Таким образом, если уж мы спортом занимаемся, то надо знать, как, надо ставить перед собой реализуемые цели, и надо советоваться с врачами. Поэтому сейчас у вас есть возможность задавать вопросы, следовательно, советоваться. Итак, дети, физкультура, спорт, ваши вопросы. Евгений Олегович, у меня как бы не вопрос. Но я вообще так думаю, что спорт и дети – это амбиции родителей. А дети и физкультура – это правильнее. Вы сделали абсолютно правильные выводы. Не зря ведь всё время говорится «престижные виды спорта», модные виды спорта. Как бы произнести фразу «мой ребёнок занимается фигурным катанием». Это ведь все уже знают, сколько вы платите за лёд, да? Сколько уходит на костюмы, на тренера, на дорогу, на поездки. То есть сказать «мы занимаемся фигурным катанием» – это значит автоматически приобщить себя к определённой касте людей, которые могут позволить себе заниматься фигурным катанием. Ну, скажите, а мой ребёнок занимается лёгкой атлетикой, бегает по кругу. Так кто ж вы такие? Вы же никто, да? А вспомните, или может быть просто знаете, что вот после Великой Отечественной войны самым распространённым видом спорта был волейбол, для которого надо ровная площадка, два столба и бельевая верёвка, и мяч. И 12 человек занимаются прекрасным видом спорта на свежем воздухе. Как это хорошо, с точки зрения доктора, да? А у нас сейчас всё изменилось. Это оказывается непрестижно. А моя бы воля, как доктора, я бы не разрешил ни одного высотного дома построить, чтобы рядом с ним не было волейбольной площадки. Ну, мы ушли от темы «Вопросы». Добрый день. Мне как отцу двоих детей, сына и дочери, интересно, есть ли какие-то разделения для мальчика и девочки? Можно ли им заниматься одним видом спорта или разными видами спорта? На самом деле, опять-таки, с точки зрения доктора, нет ничего такого, что полезно ребёнку одного пола и не полезно ребёнку другого. Давайте посмотрим на требования к спорту с точки зрения детского врача. Вот я хочу, чтобы вы все поняли, что точки зрения бывают разные. Если речь идёт о некоем малолетнем бандите, то с точки зрения человека, который находится в детской комнате милиции, чем тяжелее у него будут нагрузки, тем скорее он уснёт и не будет никому цепляться. У детского врача задача другая – сформулировать такие требования к спорту, чтобы польза для здоровья была максимальна, а риск минимальный. Какие бы у меня были пожелания? Прежде всего, чтобы это всё происходило на свежем воздухе или там, где воздуха много, по крайней мере, в большом зале, чтобы был воздухообмен. Ибо чем меньше здание, чем меньше воздуха, тем больше риск передачи от ребёнка к ребёнку инфекции. Это раз. Второе – моё личное требование к спорту. Очень бы не хотел, чтобы дети вступали в тесный контакт друг с другом. Обнимались, целовались, обменивались, опять-таки, теми же инфекциями. То есть неконтактный вид спорта. То есть, например, волейбол для меня лучше, чем баскетбол. Ну, сетка между, не надо ни на кого бросаться. Ещё одно очень важное требование, опять-таки, для доктора. Очень бы хотелось, чтобы при выполнении неких заданий ребёнок выполнял естественные для него движения. То есть для человека, как для биологического вида, естественно, бегать, прыгать, приседать. Но совершенно неестественно садиться на шпагат, например, или кувыркаться. То есть это для нас ненормально. Поэтому вот я бы это хотел. Смотрите, вот мы уже можем сказать, что с точки зрения детского врача ничего лучше, чем лёгкая атлетика, просто придумать невозможно. Но это неинтересно, непрестижно. Это детям скучно. И поэтому придуманы командные, игровые виды спорта. Где есть коллектив, где есть цель, которую надо достичь, где возникают специфические межличностные отношения. Очень важные. Умение работать в команде, да? Умение работать на конечный результат. Это уже не совсем педиатрия. Это больше педагогика, психология. Но вот с этой точки зрения получается, что игровые виды спорта командные. Футбол, волейбол, ручной мяч – это идеально. Мне больше всего нравится, если честно, волейбол. Да, пожалуйста, вопросы. А скажите, пожалуйста, с какого возраста ребёнку следует или возможно заниматься спортом? Опять-таки, вот обратите внимание, если мы зададим этот вопрос тренеру по фигурному катанию, который готовит олимпийских чемпионов, то он скажет с трёх лет, с четырёх, и будет абсолютно прав. Но если мы зададим вопрос доктору, с какого возраста надо заниматься спортом? Спортом с шести-семи лет. Но физической культурой надо заниматься с рождения. Боже мой, Евгений Ильич, наша непоседа, три с половиной года, ей очень нравится и прыгать, и бегать, как вы говорили. Лёгкая атлетика не всем детям нравится, но нам очень нравится. Иногда мы первым, мы обгоним. Некоторые люди, знакомые нам, советуют отдать её на фигурное катание. Как вы смотрите на это? Стоит ли это делать? Или может просто достаточно вместе бегать, вместе заниматься таким? Для начала, вот в любом спорте, когда родители задают вопрос этот, они должны ответить на главный вопрос, цель. Главный вопрос, цель. Вот надо честно, глядя правде в глаза, сказать, для чего вы собираетесь отдавать ребёнка на именно фигурное катание. Чтобы сказать друзьям, мой ребёнок такой-то, да, чтобы вырастить из неё чемпионку, или просто чтобы она была гармоничной, развитой девушкой. Ваша цель? Цель, чтобы ребёнок был именно развитый, не медалями. А для того, чтобы быть гармоничным и развитым, совсем не обязательно заниматься фигурным катанием. Если ребёнок в полном объёме занимается физической культурой с мамой и папой, если папа, вы вот должны чётко понять, вот, например, когда вы говорите о фигурном катании, например, применительно к нашей стране, поверьте мне, я ничего против не имею фигурного катания. Более того, я бы очень хотел, чтобы все занимались фигурным катанием после уроков. Это было бы замечательно, да? Но вы ведь должны чётко понимать. Вот вы, вот вы, а вон там за два часа езды каток. И значит, четыре часа в день ваш ребёнок будет находиться в автомобиле, в путешествии туда и назад, чтобы папа с мамой поставили жирную галку на своей совести, дескать, мы крутые, мы водим детё на фигурное катание. Но вы же говорите, что для вас важно гармоничное развитие. Поэтому вы возьмёте велосипеды, сядете с ней на велосипед и поедете кататься. Доедете до берега Днепра, там побегаете, поиграете в прятки, ваш ребёнок будет счастлив, он будет гармонично развит, правильно? Потом вы сделаете ещё одну девочку, вам будет веселее бегать. Опять-таки, вот я хочу обратить ваше внимание на то, какие цели мы ставим. Вот почему-то у нас принято так. Чем вы занимаетесь? Мы занимаемся чем-то одним. Заметьте, мы занимаемся либо фигурным катанием, либо теннисом. Вот ваш Андрюша занимался, но он же не занимался всем сразу, правда? А для меня, как для доктора, если мы рассматриваем спорт как идеальный вариант с точки зрения врача, то я бы хотел, чтобы вы три раза в неделю три раза занимались спортом. Один день вы бы занимались лёгкой атлетикой, второй день волейболом, и третий день плавали. А остальные дни занимались просто физической культурой. И всё бы было замечательно, да? Но это требует от нас некой организации. Самое грустное и печальное, что этим занимаемся мы с вами. Хотя на самом деле этим должно заниматься кто? Государство. В школе сегодня день лёгкой атлетики, завтра волейбол, послезавтра плавание. А самые неленивые по субботам катаются на коньках. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Дойдёт скоро. У моей дочери проблемы с осанкой. Каким видом спорта ей лучше заниматься? Ну, по большому счёту, осанка к спорту не имеет отношения. Осанка укрепляется школой, правильным сидением, да? Я бы посоветовал, конечно, в такой ситуации заниматься регулярно танцами и раз в неделю посещать бассейн. Но тем не менее осанку лечат не спортом, а педагогикой и врачами-ортопедами. Евгения Лебедева. Я вам скажу, а девочки, у девочки, которые занимаются художественной гимнастикой, у них потрясающие фигуры. Не надо нам художественной гимнастикой. Художественная гимнастика к здоровью не имеет никакого отношения, потому что то, что они вытворяют со своими связками, понимаете, это совершенно неправильно. Если бы вы проанализировали, какое количество художественных гимнасток в 50 лет имеет нормальные тазы, суставы и кости, то вы бы это не говорили, понимаете? Да. Да, поэтому не надо. На самом деле осанка, об девочкинских осанках думать надо не в школе. Об этом надо с рождения следить, чтобы девочка не сутулилась. Но опять-таки, отчего они сутулятся? О том, что они сидят расслабленные и смотрят телевизор. А мы потом думаем, на какой бы вид спорта их отдать, какому бы врачу их отвезти, да? А мы с рождения должны сделать все для того, чтобы у них была возможность не с телевизора смотреть, а бегать, прыгать, скакать, плавать, ползать, играть в игры. И тогда нам не понадобятся никакие врачи и никакие экстремальные виды спорта для выравнивания якобы спины. Спонсор программы торговая марка Барни. Одному из моих сыновей 7 лет. Несколько раз был отит. Можно ли ему заниматься плаванием? Или нам противопоказано это? Ну, по большому счету, плаванием заниматься можно, а вот нырянием нежелательно. То есть, как правило, детские отиты, частые, связаны с тем, что происходит закупорка густой слизью трубы, которые соединяют полость уха с полостью носа. Эта труба может спадаться во время ныряния за счет перепада давления, и это провоцирует отиты. Еще почему бывают частые отиты? Потому что рядом с этой трубой находятся так называемые аденоиды. И когда возникает их отек, они перекрывают трубу, и это тоже вызывает отиты. Постоянное раздражение аденоидов хлорированной водой часто приводит к их отекам. Поэтому вам для начала надо выяснить, что является причиной вашего отита. Загупорка трубы, увеличенные аденоиды, если они увеличенные, то почему? Потому что у них отек из-за хлорки, или есть хронические инфекции. Короче говоря, наличие повторяющихся, то есть рецидивирующих отитов не является однозначным противопоказанием к посещению бассейна, но является однозначным прямым показанием к посещению доктора, которому надо задать эти вопросы. В каждом конкретном случае ответ будет разным. Спасибо. По поводу того же футбола. Спрашивали, как насчет повышенной травматичности футбола, я знаю, там ноги часто и так далее. Конечно, но вот как раз очень важно, ведь что очень важно? В любом виде спорта огромное значение имеет личность тренера. Это такая же значимая фигура в спорте, как учитель в классе, как мама и папа на самом деле. Тренера очень часто дети воспринимают наравне с мамой и папой. У тренера есть разные задачи, у тренера есть разные способности и разные умения. Если тренер думает только о результате, но не думает о человеческих качествах, если он не прививает детям отношение к сопернику, уважение к сопернику, о том, что нельзя добиваться цели любой ценой, опять-таки очень важно, когда вы отводите ребенка на любую секцию, задаете ли себе вопрос, овладеет ли тренер навыками оказания первой помощи? А какие вообще есть здесь, в этом месте, где проводятся спортивные занятия, условия для того, чтобы помощь оказать? И кто эту помощь будет оказывать? А покажите мне вашу аптечку первой помощи. А знает ли тренер, какая первая помощь при ушибе стопы? Спросите. Ну вот, например, я вам приведу такой пример. Вот пусть вся, пусть вся страна это знает, что первая помощь при любом ране, при любой ушибе, при любом растяжении связок, это холод. Холод к месту удара, да? Вот я привел своего ребенка заниматься футболом. Где здесь, рядом с полем, холодильник, в котором лежат хладоэлементы, которые я могу использовать в любую минуту. Нет там такого. Это поле, это тренер, это заведение недостойное вашего внимания. Вот и все. Вот вам ответы на вопросы. Подвернуть ногу можно где угодно и в подъезде тоже. Правда? Надо уметь оказывать первую помощь и думать о безопасности своих детей и о том, думают ли о безопасности ваших детей те, кому вы доверяете здоровье ваших детей. Спонсор программы Соргова Марка Барни. Я надеюсь лишь на то, что вы не воспримете детского врача как человека, который возражает против детского спорта. Я хочу, чтобы, занимаясь спортом вместе с вашими детьми, вы четко смотрели правде в глаза и понимали, чего вы хотите. Сделать ребенка здоровее или сделать себя более значимыми в глазах вашего окружения. Итак, надеюсь, вы сделали правильные выводы, а мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин